Как снизить перистальтику при иллиостоме? Два месяца после операции, чистим мешок каждые полтора часа в течение суток. Ну, как крайний вариант, это применение лапирамида. Изначально нужно понимать, почему так часто и в таких больших количествах идет стул. При иллиостоме, особенно при таких больших потерях жидкости, в первую очередь вы должны обращать внимание на компенсацию потерь жидкости и электролитов. И обязательно, если вы так часто меняете мешок, то есть у вас потери жидкости составляют больше, наверное, двух, а даже иногда и трех литров бывает, это очень большой риск развития дегидратации и серьезных электролитных нарушений вплоть до остановки сердца. Поэтому очень внимательно нужно быть и принимать обязательно ригидрон и аналогичные препараты. Нужно очень много пить жидкости. Можно применять имодиум для того, чтобы останавливать немножко на время такую жуткую перистальтику, но опять-таки нужно понимать, с чем она связана. Если это какой-то инфекционный процесс, то, конечно же, имодиум применять нельзя. Нужно бороться с этим инфекционным процессом. То есть в первую очередь нужна тщательная диагностика. Субтитры создавал DimaTorzok